Барнаул кипит. Новость о вопиющем случае, произошедшем с 11-летней ученицей 70-й школы взорвал Барнаул. Горожане боятся, что виновные, которые не достигли возраста уголовной ответственности, останутся безнаказанными. Наша съемочная группа пообщалась с бывшими и нынешними учениками образовательного учреждения и попыталась узнать, можно ли было предотвратить беду, о которой сегодня говорит вся страна. Была ситуация, когда одного из учеников посадили на 5 лет за попытку убийства. Так молодой человек, назовем его Сергей, вспоминает свои школьные годы. В 70-й школе и он окончил 6 лет назад и выдохнул. Когда я уже заканчивал, истории с буллингом, с буллингом, как правило, людей тоже из неблагополучных семей, они были регулярными и они были достаточно жесткими. Конечно, до такого, как сейчас, не доходило, но ходить пинать, допустим, человека, вырвать из-под него лавочку в столовую, это было в порядке вещей. Район ВРЗ, 70-я школа, 14-летняя ученица этого образовательного учреждения. По версии, следствие сделало хуже, чем вырвать лавочку из-под ребенка. В заброшенном здании в компании сверстниц избила и надругалась над 11-летней девочкой ученицы этой же школы. Происходящее сняли на телефон. По этическим соображениям показывать это нельзя. Челюсть там сломали, что-то еще было, позвоночек перелом. Кто, старшеклассница? Нет, там их толпа была. Очень грустно, потому что она наша подруга. А она из неблагополучной семьи, вот пишут, это действительно? Не знаю, мы не знаем, кто-то нашел. За комментариями мы обратились к одному из учителей этой школы, но отвечать на вопросы она не смогла. По словам педагога, на школу сейчас и так оказывают огромное давление. В конце короткого разговора женщина не выдержала и заплакала. Я сама заканчивала эту школу. Я прекрасно знаю хорошие педагоги, прекрасные учителя. А если кто-то где-то недорабатывает, особенно родители, так это их родительские вина и проблема. Вы ребенка вот в эту школу ведете, да? Да. Не страшно? Нет. Такое может в любой школе случиться. И тем более это не в школе произошло, а за территорией школы, в воскресенье. Это пусть родители отвечают за это. Я пока провожаю по утрам, вот ее во втором классе. Ну вот так в основном я вот вижу, мало кто провожает, у ребятишки сами ходят. Как нам указали школьники, заброшенное здание, где произошел инцидент с девочкой, находится всего в полутора километрах от самой школы. Рядом частный сектор. Местные жители говорят, что подобные места постоянно притягивают подростковые компании, которые по сути могут делать здесь все, что им вздумается. Следят ли родители за детьми, которые совершили жестокость? Из благополучных ли они семей? Выяснить не получилось. Уполномоченная по правам ребенка на эти вопросы не ответила, зато эмоционально обратилась к СМИ. По факту истязания ребенка, закрыть комментарии, исключить случай опубликования видео истязания ребенка. Пострадавшей оказана медицинская и психологическая помощь. А что касается подозреваемой в совершении насилия 14-летней ученицы, то она по решению суда заключена под стражу. Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального правительства. Что касается других соучастниц, то они еще не достигли 14-летнего возраста. Ими занимаются инспекторы по делам несовершеннолетних. Наблюдается такая картина, что среди детей и подростков, ну, с учетом того, что они очень хорошо ознакомлены с правами, они знают до какого возраста, да, какое наказание им ждет. Соответственно, до 14 лет, с учетом того, что нет уголовной ответственности, есть там административные штрафы родителям, да, это тоже, конечно, дает такое разрешение быть более свободным. Стоит ли корректировать возраст уголовной ответственности или достаточно больше уделять внимание детям-подросткам, которые в этом возрасте особенно жестоки? Какой-то одной меры здесь недостаточно. Нужен комплекс подобных решений, говорят психологи. Только так можно предотвратить подобные вопиющие истории. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В региональном инстрой озвучили свои варианты решения жилищных проблем детей-сирот, которых на Алтае около 6 тысяч. Пока регион в числе отстающих по темпам выделяемых квартир сдвинуть вопрос с мертвой точки могли бы жилищные сертификаты. Логика проста. Если ведомство может купить для выросшего сироты только квартиру и только с определенными характеристиками, то сертификат люди смогут обменять на любое жилье, в том числе и на дом на земле, добавив маткапитал или взяв ипотеку. А это в перспективе сдвинет очередь. Получить такую выплату сегодня могут дети-сироты, которым граждане из категории детей-сирот, которые имеют возраст старше 23 лет и имеют на руках судебное решение, датированное не позднее 1 января 2019 года. Сдаются сертификат и он оплачивается при уже по факту купленной квартире. Сумма сертификата 1 млн 325 тысяч. Правда, чтобы его использовать, желающие должны подать заявку до 1 июля в региональное жилищное управление. Но работают в ведомстве и с застройщиками. Уже есть ряд предложений заходить в Искрову счета на поставку квартир в 2022-2023 году. Конечно, деньги сейчас, квартиры потом, соответственно, человеку сейчас жить негде. Мы максимально заточены на то, чтобы покупать эти квартиры, эти деньги превращать в квартиры сейчас. Но, тем не менее, мы готовы здесь работать, рассматривать. Правда, не все застройщики готовы выделять большое количество квартир в строящихся домах. По мнению Гилёва, увеличение федерального финансирования могло бы существенно облегчить исполнение обязательств по обеспечению жильем сирот. Первый шаг был сделан еще в сентябре 2020-го. Тогда Алтай получил дополнительные 699 млн. Однако из-за пандемии освоить средства не успели, из-за чего ситуация привлекла внимание следкома России разбирательство еще идет. Несмотря на множество нарушений и возмущений местных жителей, на улице Гущина скоро начнутся строительные работы. Напомним, между двумя зданиями должен появиться еще один жилой дом. Люди встречались с чиновниками, застройщиком, выходили на митинги, замораживали стройку. Так есть ли у жильцов шанс на спокойную жизнь? Когда-то им обещали зеленую зону, детскую площадку, парковку. В итоге жильцам на улице Гущина приходится бороться, чтобы здесь не выросла десятиэтажка. Да, на таком небольшом участке. Спустя несколько месяцев войны с застройщиком жители получили поддержку градостроительной инспекции. Ведомство вынесло предписание, чтобы регионстрой заморозил стройку. Везде разместили, но застройщик официально это не получил. Поэтому, раз у них нет предписаний, стройка будет возобновляться. А с нашей стороны, мы, как бы, жители общими силами собрали деньги и сделали экспертизу. Экспертиза у нас готова. По экспертизе также здесь очень много нарушений. Нет бумаги, а значит, 31 мая здесь начнутся работы. И это несмотря на независимую экспертизу. Жителям непонятно, каким образом застройщик вообще получил разрешение на строительство. Ведь между домами будет расстояние всего метров 15. Мало того, уже построенные здания могут не перенести стройку. Дома уже пошли в трещину, в них лопаются трубы. Все, готовься к тюрьме. Вечная стена. Ну, это на самом деле так. Без солнца и вообще, как здесь жить? Мизер. И то хотят какую-то лабуду нам поставить. Это как так можно? У нас ситуация критична. То есть, если здесь пойдет кран, кран планируют, чтобы ходил именно здесь. Кран падает не по проекту. Здесь я не знаю, как мы будем жить. Мы будем стоять здесь. То есть, два дома готовы выйти, не давать строительству. Люди намерены судиться, а в мэрии, как нам сообщили, готовы в ближайшие дни рассмотреть несколько вариантов развития событий. Кстати, в градостроительной инспекции края недавно уже озвучивали свои версии. Либо разрешение вообще отзовут, либо чиновники оспорят предписание, либо застройщик исправит выявленные нарушения. Но, скорее всего, сделать это будет проблематично. Так что, появится ли здесь подъемный кран и опустят ли жители руки, еще неизвестно. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком. Строители неохотно соглашаются на возведение школ и детсадов. В Барнауле прошел круглый стол проблемы в строительстве социально значимых объектов в Алтайском крае. Там пытались найти пути решения. И, как ни странно, в главном строители и чиновники сошлись. Вот только выводы не были утешительными. Все рассказывают и говорят, а мы вот пойдем в светлое будущее. Вот оно настало. Строить детские сады и школы все нужнее, и в то же время все сложнее. Стройматериалы повторяют рекордные ценовые скачки. Но поменять с учетом этого стоимость контрактов для уже строящихся по госзаказу школ нельзя. Выходит, строители должны работать в убыток. Сколько мы можем банкротить подрядчиков? Мы с ними идем много-много, уже более 30 лет. Вы посмотрите, мы потеряли всех крупных. Сколько мы писали писем. Но почему нельзя прислушаться? Прислушиваться надо к низам. К низам. Никто наверху за нас ничего не сделает. Никому мы не нужны там. Никому. У законодателей была благая идея смотреть на нынешнюю стоимость расходных материалов при составлении смет. Только пока реальные цены на утеплитель или вот тот же металл они не отражают. У нас производители и поставщики материалов оборудования просто не дают никакую информацию. Мы понимаем, это, видимо, связано и с базой налога облагаемой, и с какой-то конкурентоспособностью на рынке. Сейчас в Госдуму направлен законопроект, который позволит менять сумму контракта уже в процессе работ. Но закон пока не принят и, по информации чиновников, Минфин России, как и обычно в таких ситуациях, категорически против. Но, как говорит единый заказчик края, иного пути нет. Фактически необходимо признать, что система сметного нормирования, система планированная бюджетная особая здесь не справилась. То есть не справилась правительство в части удержания роста цены. Никто не мог сказать, что нельзя расти, но это рынок, это понятно. Но зарегулированная сфера госзаказа не может так быстро меняться. Доходит до того, что подрядчики вообще не соглашаются участвовать в закупках. Бывает, что найти строителей не могут и со второго раза. При этом краю удалось попасть в тридцатку регионов с дифференцированными индексами расчетов. Так что стоимость контрактов можно будет увеличить. Но речь снова о контрактах новых, а не о действующих. И выходит, те, кто начал строительство детского сада год назад, как говорят среди строителей, уже в минусах. То есть системности, анализа, ошибок предыдущих объектов по самовестным проектам нету. Никто не занимается сегодня. Ни Минстрой в силу своей, не знаю, там, вещей, ни заказчик. То есть сегодня получается ситуация. Выкинули объект, отдали подрядчику. А сейчас это выглядит, знаете, мы, наверное, нашли постачка, а вдруг прокатит. Вот сегодня, я говорю, еще раз про эту прокуратуру посмотрел, но там только на материалах сегодня, на витражах противопожарных дефицит бюджета 25 миллионов. 25 миллионов из 400. Масштаб проблемы таков. На сегодня в краевой адресной инвестиционной программе на строительство и ремонт школ, детских садов, больниц и домов культуры заложено 12 с лишним миллиардов рублей. Если создать условия, при которых именно алтайские строители смогут зарабатывать на этих объектах, край получит рабочие места, налоги и, конечно, сами детсады и школы. А пока строители на этом теряют деньги, терять будет и регион в целом. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. Одним из центральных выступлений на этой встрече строителей, заказчиков, поставщиков, материалов и чиновников было выступление председателя правления Союза строителей края Александра Мишанова. Он тоже говорил о необходимости сделать все, чтобы на объекты выходили именно краевые строители. Это ведь попросту способ поддержать бизнес. Но затронул и другие тонкости и детали, которые обывателю не бросаются в глаза. А строительная область от них страдает. Ну вот на сегодняшний день мы раздавали вам 12 объектов разыграно на 3 миллиарда 50 миллионов рублей. Из них 50% на аукционы никто не заявился. На 50% стоимости на 1,5 миллиона заявились подрядчики. Два из Новосибирска, один из Кемерово и два наших подрядчика. Что я здесь бы хотел еще ответить. Это еще было в 2019 году, когда наш Минстрой пошел на то, чтобы включить сводные сметы индекс-дефлятор. И в принципе в 2019 году, в декабре месяце, когда не состоялись несколько аукционов, были пересчитаны сводные сметные расчеты и прошли эти аукционы. Что показали те объекты, которые были в декабре заключены, я разговаривал с нашими подрядчиками. Ни один подрядчик плюс не сработал по этим объектам. Все в минусах. Называются цифры разные. Можно опять же здесь, как говорить, столько, 6 миллионов одного, другого 12 миллионов. Но здесь надо считать и смотреть. Но то, что прибыли они не заработали, это однозначно. Тут же существует еще ряд других причин, которые в процессе строительства возникают. Это я обозначил. Первое, это то, что экономически необоснованные расценки применены и растет стоимость материала. И она никак не учитывается в этих сводных расчетах. Вторая проблема, или как бы там основные проблемы, это взаимоотношения генподрядчика и заказчика. Здесь тоже много вопросов. И вот мы буквально две недели назад у Климина Александра Анатольевича рассматривали этот вопрос. И записали, что мы дополнительно вернемся к нему. Это в принципе в том, что заказчик перекладывает свои затраты на генподрядчика, не оговаривая это в контрактах. Ну а пока генподрядчик не сдаст объект, естественно, бумаги не подписывает. Он берет, ему деваться некому, берет все эти затраты на себя. Это как бы вот одна. Есть много как бы вопросов, опять же, там, о взаимоотношениях заказчика и генподрядчика в отношении наших уважаемых монополистов. Это тех присоединения, вопросы электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. Когда объект передается опять или только подключается, опять все затраты вложатся на генподрядчика. Поэтому, ну если бы это оговаривалось в контрактах, ну это одно, а когда это не говорится, это другое. Ну и последний вопрос сдачи объекта в эксплуатацию. Иногда объекты сдаются и по полгода, и у нас примеры есть такие. Здесь взаимоотношения, это инспекция, опять же, наши монополисты, не буду больше их так называть, по тех подключения, вопросу передачи этих объектов. И опять здесь как бы вопросы по содержанию объекта ложатся на генподрядчика. А все это упирается, естественно, в экономику. То есть он содержит этот объект, и естественно ему никто эти затраты не восстанавливает. Поэтому отсюда, когда мы подводим вот эту черту, и поработавшие на стройках бюджетных наши генподрядчики, они сегодня пришли к выводу, что если мы не вернемся, не пересмотрим вот эти вопросы, не внесем как бы на берегу кто за что отвечает и затраты на что относятся, естественно, мы просто потеряем эти объекты, может быть, там говорят, ну придут иногородние, вот посмотрим, как они дальше будут строить. У нас был опыт уже, что приходили иногородние генподрядчики, и также со скандалом они уходили и достраивали эти объекты наши генподрядчики. Сегодня и завтра в Барновольском зоопарке будет работать мобильный пункт по вакцинации от коронавируса с 10 до 16 часов. Более долгосрочные передвижные пункты базируются возле автовокзала и торгового центра «Праздничный». Вакцину подвозят буквально к домам людей, но если поставить первую дозу будет удобно, то за вторую все равно придется идти в поликлинику. Сейчас полностью прошли вакцинацию от ковида 240 тысяч жителей края, но для формирования коллективного иммунитета на Алтае должно быть привито почти в пять раз больше. Только так, подчеркивают врачи, удастся избежать массового всплеска пандемии, как в 2020-м. Как проходит процесс вакцинации, мы спросили у главного внештатного эпидемиолога Алтайского края Ирины Переладовой. Утром мы приступили к выдаче еще одной новой вакцины, вакцины Кови-Вак, разработки института Чумакова-Москва, которая поступила две с небольшим тысячей. То есть на 300 тысяч почти человек, на двойную прививочку, у нас вакцина есть. Хотелось бы действительно рассказать о разнице в сроках постановки этих вакцин. Первая вакцина, которую мы хорошо знаем, это вакцина «Спутник ВИИ», «Гам-Ковид-2», которая первая поступила в наш Алтайский край, это двукратная, она ставится два раза. Вакцина ставится с интервалом в 21 день. Вакцина, которая следующая поступила, это вакцина наша новосибирская, разработки вектора. Вакцина ставится с интервалом в 14-21 день. А почему так или так? То есть при необходимости, при каких-то обстоятельствах срок официально разрешен сократить до 14 дней. Третья вакцина, которая к нам поступила в Крае сегодня, вот мы начинаем иммунизацию населения этой вакцины, разрыв между первой и второй прививочкой 14 дней. Бывают какие-то гиперосложения после прививки? Во-первых, однозначно, это может быть, и, как правило, многие какой-то период времени ощущают, кто-то час, кто-то два, кто-то сутки. Это болезненность в месте инъекций. Ну, во-первых, мы ввели чужеродное вещество, во-вторых, мы прокололи кожу, мы сделали инъекцию, мы сделали прокол. Конечно, вместо все равно заноза будет, у нас тоже пальчик болит. Поэтому эти вопросы тоже сохраняются. Бывает иногда, у кого немножко повышенный аллергенный фон, либо реактивность организма, да, либо есть еще другая ситуация, формируется иммунитет, и ровно точно так же ярко протекает вот именно ранний период формирования иммунитета. Может быть легкое покраснение, легкая такая вот припухлость, но это в течение одного-трех суток проходит. В области? В области инъекций, только в области инъекций. Иногда люди, наши же доктора говорят, какая-то сонливость напала, какая-то слабость. Ну, мы иногда смеемся между собой, говорим, спать не пробовали, вовремя ложиться некогда, работы много. Поэтому, то ли это вакцина была, то ли действительно это работа, но, тем не менее, вот такой факт отмечают, что может быть. По части вот того, что были какие-то дисфункции кишечные, ну, наверное, может быть, у кого-то и были, и, может быть, кто-то связался с этим, ровно так же, как и недомогание, недосыпание. Вся система по иммунопрофилактике, по допуску к прививке, она во всех странах одинаковая. То есть сначала нужно определиться, если у человека противопоказания, у нас в Российской Федерации обязательно допуск к прививке проводит медицинский работник, это врач или фельдшер, которые обучены, знают все противопоказания. Ну и, конечно, если будет предоставлен результат, особенно если человек и переболел, и будет достаточно высокий титарантител, который свидетельствует о напряженном иммунитете, конечно, ставить никто прививку не будет, и доктор не порекомендует. А если одетела, так скажем... Ниже порогового уровня, мы считаем, что иммунитета нет, и этот вопрос решается индивидуально, особенно у нас много таких людей, которые вдруг решили, что они как-то болели, только они об этом не знают. Это бессимптомно. Прямо какое-то вот, прям, тотальное у нас поверье, что решили, что все переболели. Многие идут, многие издают, издают в хороших лабораториях, которые у нас сегодня проводят все вот эти вот исследования по напряженности иммунитета. Но я вам хочу сказать, когда человек приходит на прием, открывается федеральный регистр привитых лиц, во-первых, его там нет, этого человека. Во-вторых, дополнительно человек приносит к подтверждению, что у него нет антител и нет напряженного иммунитета, но ему все показания прививаться. Поэтому мы с удовольствием прививем, тут даже вопросов нет. Очень много скептиков, которые говорят, ну, подожду где-то годик, посмотрю, как это все пройдет, такой эксперимент проводят. Можно ли ждать годик или все-таки идти прививаться? Этот человек должен для себя сделать выводы, я готов заболеть. Я готов к тому, что заболеет от меня, вероятно, моя семья, мои коллеги. Поэтому, если человек готов к этому, ну, наверное, это его право выбора. Ну, дело другое, а окружающие как? Это один вопрос. Второй вопрос. Правильнее на сегодняшний день? Политика ведь государственная, она же не сряд сосредоточена о том, что необходимо привить 60% взрослого населения. А зачем? Потому что все равно остается какая-то прословичка, которая будет болеть. У нас есть антипрививочники, у нас есть ковид-диссиденты, которые ни во что не верят. Ну, наверное, плохо, что у них есть такое убеждение. Но, тем не менее, мы пытаемся предотвратить ту заболеваемость, которая была, тот неимоверный рост распространения, те тяжелые течения, высоченный уровень госпитализации, осложнений, которые мы с вами все пережили. Поэтому, конечно, задача именно государственная в том, чтобы не допустить именно эпидемического, пандемического распространения вируса. Для этого мы должны привить вот миллион сто человек взрослых у нас в Алтайском крае. Если мы не будем сбавлять темпы иммунизации, если мы действительно вот на сегодня все вместе с вашим участием, в том числе, будем людям рассказывать, привлекать их к тому, объяснять безопасность и эффективность иммунизации, конечно, мы постараемся закончить. Были поставлены более жесткие сроки, были июль, и август, и сентябрь. Но, дай бог, мы сегодня в этом году управимся. И еще о медицине. Тема абортов в нашем обществе считается слишком личной и оттого запретной. Но у врачей есть четкая статистика, которая, к сожалению, продолжает расти. Так в Алтайском крае только за минувший год около двух с половиной тысяч женщин прервали беременность. Таково право выбора. Об этом говорит и московский режиссер Елена Пискарева, которая посвятила свою дебютную кинокартину этому неловкому вопросу. Наша съемочная группа встретилась с режиссером и побывала на закрытом кинопоказе. Живучий. Ребенок нужен? Нет. Это первое в России кино, в котором тема аборта стала центральной и настолько душераздирающей. Сложно назвать просмотр картины приятным. Здесь много душевных переживаний женщин до и после прерывания беременности. И слишком много суровой медицинской реальности. Основано на реальных событиях. Молодежь ревут, особенно ревут мужчины. Как ни странно, потому что для них вообще это оказывается закрытая тема. Потому что сходила, что-то по-женски сделала. Потом начались истерики, развелись, на этом все закончилось. А что там у них происходило, почему такая реакция, для них это вообще все откровение, что там с закрытыми дверями вообще с женщиной происходит. В съемке фильма длились три года. Сложнее всего, говорит режиссер, приходилось актерам, сыгравших врачей. Многое пришлось перечитать, иное вводило в шок. Поэтому на съемочной площадке артистов консультировали настоящие акушеры и психологи. Рекомендую всем посмотреть этот фильм. Мамам посмотреть со своими дочками, папам посмотреть со своими сыновьями. Потому что это действительно большая сложная семейная история с драматургией. Ну и еще один пласт, это великий подвиг врачей. Барнаул стал 18-м городом, где состоялся закрытый кинопоказ с участием самого режиссера. Зрители, студенты, медики. Уже скоро им предстоит принимать не только роды, но и полностью консультировать тех, кто сам для себя не принял решение, оставлять ли ребенка. Реприка, которая меня прям задела и очень заинтересовала, когда главный герой сказал, мы же врачи, а не палачи. Фильм художественный, но в Барнауле большинство зрителей представители медицинского сообщества, которые, казалось бы, знают все об этой теме. И может быть не случайно, только за прошлый год в Алтайском крае 4000 беременных обратились за психологической консультацией. А это те, кто всерьез думал об аборте. Отговорить удалось только треть. У каждой женщины сыграл свой фактор. Жизненные обстоятельства, иные приоритеты, элементарное отсутствие поддержки близких. Когда партнер говорит о том, что я приму любое твое решение, это, по сути, оставляет женщину в состоянии безысходности. И она однозначно понимает, что она одна, и у нее нету поддержки. И единственным выходом она, конечно, видит аборт. Найти героиню, которая бы поделилась с нами своей историей, не удалось. Слишком закрытая тема. Однако многое действительно зависит от отношения и окружения. Ну и, конечно, когда я показала эмбриончик, модель эмбриончика, какой сейчас ребенок, она понимает, она не понимала, что, оказывается, там есть ручки и ножки уже, и он вообще хлопает глазками. И тогда, конечно, у нее были слезы уже по другому поводу, и она все-таки решила оставить. Сейчас она уже родила этого ребенка. Право выбора есть у всех. Прервать в себе жизнь или оставить ребенка, поддержать близкого или осудить его, достойно нести звание врача или быть тем самым палачом. Тема абортов, лежащей на поверхности, оказывается не такой простой. А фильм едет дальше по городам России. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. В России заговорили о заведомо бесплатном высшем образовании. Подвох, конечно же, есть. Во-первых, законопроект одобрен, но пока непонятно, когда он вступит в силу. А во-вторых, коснется он лишь второго высшего образования и то лишь для творческих профессий. Возможно ли будет стать дирижером или режиссером в Алтайском крае? Существует ли потребность в потенциальной армии будущих специалистов? Или дело даже не в кадровом вопросе? Слово Анари Шагировой. Знаний много не бывает. Это про Елену Нартыш. Получив образование журналиста, девушка не остановилась и через несколько лет вновь вернулась в альмаматор. Теперь уже на направлении цифровой дизайн. Называет себя вечным студентом. Интересно учиться, здорово. Ну а цифровой дизайн, почему? Потому что он вокруг нас. Любую сделать рекламу, неважно, для своего бизнеса, для чужого помочь другу, либо оформить страничку себе в социальной сети, ну, нужно уметь это делать. Кстати, таких любителей поучиться в ближайшие годы может стать в разы больше. В России может стать доступным для всех, то есть бесплатным, второе высшее образование. Звучит как мечта, особенно если речь идет о втором дипломе бакалавра. В стране разрабатывают законопроект о бесплатном обучении в вузах, чтобы стать режиссером театра, кино и телевидения, дирижером, композитором, литературным работником и переводчиком художественной литературы. Это дает реальную возможность человеку поменять свою профессиональную траекторию в том, что ему нравится, в том направлении, которое ему нравится для его реализации профессиональных планов. Но если кто-то захочет обогатить себя искусством, перейти на творческую сторону, другие могут пойти за творческим вторым вышем в максимально практичных целях. В одной из версий, почему этот законопроект вводят элементарная нехватка культурных кадров. К примеру, в одном из главных оркестров края всего два дирижера. Если говорить про специалистов, которые работают у нас в оркестре, то мы сегодня испытываем потребность. То есть сегодня у нас не все вакансии закрыты. Это связано со многими причинами, в том числе, что ценности в свое время переформатировались. И эта профессия не настолько востребованная, как, скажем, юрист, экономист, коммерсант, бизнесмен, как угодно. Возможно, желающие кардинально изменить жизнь есть и сейчас, но останавливают их условия. Нужно либо платить, либо поступать в магистратуру по желаемой специальности, а это всего два года. И если профессия мечты совсем далека от первой вышки, магистратура не вариант. Экономист вряд ли поступит на вторую ступень высшего образования в области режиссуры, не имея базовых знаний. Именно такие случаи предусматривает новый законопроект. Однако в самом документе есть важная оговорка. Точный перечень специальностей федеральных вузов, где можно будет обучаться творческим специальностям бесплатно, пока не составлен. Хотя в Алтайском государственном институте культуры подтверждают, что желающих сменить вид деятельности в пользу творчества и сейчас немало. Но те направления специальностей, которые заявлены, такие как режиссер театра, режиссер кино, переводчик художественной литературы и другие, они не реализуются в нашем институте. Поэтому, конечно, наверное, мы не войдем вероятнее всего в перечень тех образовательных организаций, где будет дана такая возможность. Так что, возможно, за такими переменами жителям нашего края придется ездить даже в столицу. Перечень профессий пока слишком скуден, зато резко изменить жизнь достаточно. Законопроект одобрен правительством России, но когда вступит в силу еще неизвестно. Жара выгнала людей на пляжи. Причем некоторые несанкционированные собирают даже больше отдыхающих, чем официальные. Да и государственные бесплатные пляжи по сей день не открыты. Какие риски в себе несет желание позагорать там, где не положено, расскажет Андрей Дреер. Сезон пляжных рубашек уже открыт. Это можете увидеть по мне. Ну, еще и потому, что пляжи практически заполнены, при том, что официально ни один из них не открылся. И здесь иногда важнее не то, что в красивой рубашке вышел, а то, что в рубашке родился. С начала мая на водоемах края погибли 4 человека. Двое дети, еще вода погубила двоих рыбаков. Это как раз главные клиенты спасателей. С приходом жары к ним могут прибавиться и дикие отдыхающие. Безопасный отдых возможен только на проверенных специалистами Государственной инспекции по маловерным судам в пляжах. Официальный пляж это не традиционно сложившийся участок берега, на котором купается много людей, а специально оборудованное место, на котором отдых будет безопасен. Официально проверенных мест купания в регионе пока нет. В крае планируют проверить и открыть 55 пляжей. Когда пески Барнаульского приютят горожан, уже официально не ясно. Зависит все от превратностей поводка. Пока городской пляж, как и его коммерческий сосед водный мир, больше похоже на мир подводный. Но все же некоторые платные площадки уже готовятся к открытию. Они за время пандемии даже начали расширяться, хотя и несли убытки. Мы в итоге в том году были закрыты. Но зато это нам дало возможность действительно провести большой объем работы. В этом году для получения всех заключений экспертных служб у нас уже проведены исследования и дано заключение Роспотребнадзора, санэпидстанции. Ожидаем выезда и уже конкретно дано будет заключение ГИМС. Платные и государственные пляжи хороши еще и тем, что они уделяют внимание защите от солнца, а тень важна. Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Так написал когда-то поэт и писатель Андрей Белов фактически предсказал свою судьбу, действительно умер от последствий солнечного удара. Здесь это не сильно так грозит, зато получить какую-нибудь болезнь или патологию от слишком долгого воздействия солнца это как за здрасте. На первом месте стоит, наверное, солнечная крапивница сейчас и люди, страдающие этим заболеванием, достаточно большая эта проблема. Потом часть лекарственных препаратов и в том числе парфюмерия обладает фотосенсибилизацией, то есть усиленной чувствительности кожи к ультрафиолету. Это нужно иметь в виду, когда доктор вам назначает летнее время года определенного вида лекарственных препаратов. Все зависит от того, к какому фототипу относится человек. Эксперт говорит, что, например, я отношусь к первому, это группа риска. Чем смуглее кожа, тем меньше проблем вызывают прямые солнечные лучи, так что пользуйтесь фотозащитой, не выходите под солнце с 12 дня до 3. Еще больше ультрафиолета бьет по коже именно на речках и озерах, потому что вода отражает солнечные стрелы. Помните об этом и, конечно, о том, что безопасных мест для купания сегодня в крае нет. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Такой была уходящая неделя глазами наших корреспондентов. Спасибо всем, кто нас смотрит по телевизору, в социальных сетях и на YouTube. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Нам важно ваше мнение. До встречи.